Эх, много воды утекло с тех времен, как я выпустил свой дебютный ролик под названием «Как стать модником». А ведь именно благодаря ему я и набрал своих первых подписчиков. До сих пор не понимаю, как и почему это произошло. Видос всего-то на полторы минуты, с самым что ни на есть ущербным монтажом и ни разу не обработанным звуком. Лично мне сейчас смотреть на это стыдно. Но сама идея видео была достаточно годной, пока ее не спиздил каждый второй школьник и не начал пилить видосы подобного характера. Да и плюс ко всему, слизывают они не только лишь идеи для видео, но и название канала. Поэтому если вы, не дай бог, когда-нибудь встретите каналы по типу «Алеша просветит», «Коля расскажет», «Андрюха докажет», «Гриша подлижет» и «Егорка простатит», знайте, это все жалкий байт, не больше. Но сейчас не об этом. Сейчас мы поговорим о том, как же все-таки стать модником в 2017 году. С вами все тот же Макс Пояснит. Время настало, погнали. Но вначале небольшая рекламка. Сегодня покупать ничего не нужно, ребятки. Сегодня нужно просто подписаться на канал молодого паренька под названием «Оригинал Хайп». Название сего канала, конечно же, сразу говорит само за себя. Но не спешите ставить на нем клеймо. Ведь YouTube всегда был тем местом, куда мы приходили ни с чем. И только благодаря своим усилиям и стараниям могли чего-то добиться. Конечно же, до тех пор, пока сюда не начали лезть типа блогеры с целой командой профессионалов и кучей бабла. Дабы сходу пилить годный контент и делать эту кучу бабла в разы больше. Тем самым давая все меньше и меньше шансов на самореализацию обычным паренькам с района. Так вот, вы меня поняли, так быть не должно. Поэтому быстро зашли, подписались, посмотрели и оставили ему свои годные комментарии с годными советами и наставлениями. Ведь я зайду и лично проверю. А тем, кто напишет по-настоящему годные комменты, отвечу лично. Все, дерзайте, ссылка внизу. Если в 2К-16 году для того, чтобы стать модником, достаточно было пришить к себе как можно больше патчей и закрывать ебло ладонью, то в 17-м, поверьте мне, такая тема не прокатит. В 17-м году, мой юный друг, чтобы быть в тренде, тебе понадобится немного больше девайсов. Каких? Сейчас узнаем. Инста-пампы. Не важно, какая расцветка, главное, чтобы были паленые. Ну, как в принципе ты и любишь. Мы, допустим, взяли белые. Наш подопытный Алеша из 5-го Б им достаточно рад. Ведь половина его класса и каждый второй прохожий давно уже в них гоняют. Ведь дяденька Аслан шарит в трендах и давно уже битком забил инста-пампами свою палатку. Ну, бля буду, ношу 3 года, ни одной царапины. Бери, братишка, самым модным будешь. Но также не забываем и про носочки. Заметьте, чем длиннее, тем лучше. Дальше выбираем штанишки. С этим все намного проще. Просто берем и отжимаем их у младшего брата. Либо находим свои, из которых давным-давно уже выросли. Главное, чтобы штанина была как можно короче. Ведь подвороты, мать вашу, это давно прошлый век. Быть под стрелом, вот что, сука, модно. Блядь, а ведь с меня в детстве смеялись. Сука, да они просто не шарили. Лады, двигаемся дальше. Выбираем вверх. Сейчас лето, значит выбираем футболку. Здесь тоже все просто. Находим в шкафу батину полку и пиздим его футболку. Главное, чтобы она была на размера 4 больше. И висела на тебе так нелепо, как нелепо сидит снэпбэк на голове галата. Дальше идет голова, но без головных уборов. Почему? А потому что никто не увидит твоих крашеных волос под бейсболкой. А ты же, ебать, уж точно не для себя старался. А чтоб толпы масс увидели и подумали, ох, нихуя себе у него милирка. Да, модный модник. А в общем, не важно, какая у тебя притча. Андеркат, помпадур или топкнот, кончики обязательно должны быть покрашены. Даже если это будет последней каплей терпения твоего бати, после которой он выбросит тебя из дому со словами Иди отсюда, пидор грязный. Ну а как ты думал, модником быть непросто однозначно. Поэтому если вдруг все вышеперечисленное для тебя покажется слишком сложным испытанием, то смело вырубай видос. Модником тебе не стать, уж поверь. И остаток жизни тебе придется провести, как нормальный здравомыслиющий человек. Но если вдруг все это ничуть тебя не смущает, и ты настроен более чем серьезно, продолжай смотреть этот ролик, и ты обязательно станешь тем самым парнем с 46 хромосомами. Ну то есть модником. В общем, слушай, после того, как ты собрал весь вышеупомянутый сет, мигом беги к ближайшей станции метро. Дальше все просто. Заходишь в переход, находишь чувака, похожего на скриптонита, и закупаешь у него целую кучу фиджет-спиннеров, светящихся, крутящихся, разноцветных. В общем, сгребаем все, что у него есть, потому что истина гласит следующее. Лучше спиннер в руке, чем здравый ум в голове. Дальше, по желанию, можем приправить наш сет с щепоткой вейпинга, добавить немного любви к политике, в плеер пошлую моли, и вуаля. Модник по версии Лето 2.0.17 собран и готов. Поздравляю! Если вы выполнили все вышеперечисленное, либо вы давно уже соответствовали всем этим критериям, советую также на всякий случай пройти тест на сексуальную ориентацию, ведь вполне возможно, что твой батя был прав. Иди отсюда, пидор грязный. Ну вот и все, ребятки. Я закончил, кстати, одновременно со мной и закончил крутиться спиннер в моих руках. Ну да ладно, давайте уже прощаться, ибо мне пора бежать в парикмахерскую на покраску кончиков. А в общем, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам, собственно, видос, и продолжать ли делать ролики такого типа. Также делайте ему репост, и вам воздастся по заслугам. С вами был Мистер Макс. До встречи!